Эх, надо съезжать отсюда Так а мне ж надо как-то зарабатывать Я же умру на нём, если так-то честно В общем, хочешь это... Яркой жизни и бурной Вот, купи себе Газель и автопарк Зоя, уйду я тоже Ребята, всем привет, дядя Паша Да-да-да В общем, вот такая у нас картина Масло Картина маслом Значит, давайте всё по порядку Самосвал у нас Ночь переночевал А здесь Картина такая Начнём, наверное, с пробегов Так Ну там под 40, наверное, где-то Так, ой, под 60 Вот 49, ну 50 тысяч, да На этой приборке И на старой у нас Где-то Пашка Тата приборка была Что-то 5900, что ли, было или слога В общем, где-то Под Под 60, наверное Под 60 пробега Но машина не работала ни хрена ни разу Нормально, блин Хоть мы её что-то меняли, вроде покаталась она немного, но Что, Паша, форсунки льют? Две передние, да Да Сейчас, короче, расскажем, что мы хотим сделать Для начала мы Сменили Подушку Которая у нас Ну, как это сказать И сшеркалась Об Об Обстремянку Потому что Ездили на спущенных У нас тут Деятели, блин Водитель один Нагружает машину полностью Профнастилом, там, пачками Две с половиной тонны И машину даже не накачивает подушкой А они и так-то Ну, пустые Ещё и Раздавливает их И поэтому вот Перешёркала вот эту вот подуху Заменили Вот она там Вот Ну, подушка, ладно, подушкой Поменяли сцепление Поставили Я, к сожалению, не успел Ванька тут уже быстренько его заменил В общем Поставили мы От Некста усиленная Там двойная пружина В общем Полностью комплект Вот такой вот взяли Где он? Сейчас покажу Саксовский Каменс Вот написано Вот Но у него идёт Выжимной вот такой вот Вот Где-то на Как он? На бизнес На Каменс Он универсальный вроде подходит А здесь на 405 Пришлось покупать отдельно Такой же подшипник Но он уже идёт Без вот Металлической обоймы А пластиковые И вот эти уши пластиковые Ну, короче Не такой Как в упаковках Идёт В комплекте А другой Собственно говоря Вот Вот Поставили Поменяли Это Ладно В общем Мы что хотим сделать Паша Скажи Сейчас мы поменим компрессию Потом Ездили Короче Ребята К диагносту Ой Диагносты Это вообще отдельная История Конечно В общем Поменяли У нас Стояли форсунки Бош Приехал Диагносту Он сказал Блин Ребята У вас вот с такой вот темой С евро Как он там Ноль Да Евро 2 Этот Надо форсунки Сименс Поставил Сейчас говорит Блин Надо короче Фазы смотреть Что-то на фазах Как обычно они говорят Хотя что у тебя по моему Аккумулятор что ли Слабенький Аккумулятор да Слабый Что-то он крутит слабо А если побыстрее То он еще больше будет давать Давай Вот Все Хорош Давай Хорош Нормально Ну Скажу Ну Пускай разница будет В килограмм Разбег в килограмм Разница Здесь сколько Ну Десятка А Конечно для инжектора Это Для кабелятора Я бы сказал бы Что нет ничего такого Критичного Для инжектора Конечно Инжектор этого не любит Ребята Ребята Вот смотрите Сейчас Мы померили компрессию Здесь что получается Ну десять Здесь почти что Ну десять с половиной Ну Здесь девять Ну и там где-то девять с половиной Ну девять с половиной Ну вот разница Ну это холодная машина Не пусы Для Такой машины Это нормально Ну То есть Мало Но Если Распредвалу возьмем Ну посмотрим Какие там фазы То есть Она на фазах может еще поднимется Да Можно поднять на фазах Ну там просто минус там Ну ладно Это компрессия компрессия Понятно Оно Я тебе говорю Оно только будет работать только на тягу Но На опуске Она практически Машина На больших На прогревочных оборотах Она все равно работает Она чистая Ну-ка А что по свечам Давай посмотрим Ну вот Вот эта свечка Где вот Ну слабые компрессии Видишь Они почти чистые Но Их как бы не залью А где посильнее компрессия Воздуха больше Видишь Они черные Ну как же не тряси Ну Это первый цилиндр Это второй цилиндр Угу Вот это уже третий И этот Вот они почти что Ну почти Ну так Закопченные А первый Самый темный Первый Закопченный Хотя они должны быть наоборот Почему наоборот Потому Потому что там же воздуха больше А здесь получилось что И где воздуха больше И больше бензина Ну Причем ребята Машина Ни хрена Один хрен что там Нам не нравится Как она работает Она же у нас глупая У нас же нету катализатора Она не может же тебе Ну декорировать Ну бензин Она сейчас только работает Вот Только с пазовым датчиком И с коленвалом Да Коленвал начинает Подергиваться Там есть такой Датчик детонации Он дает ему сигнал Чтобы выровнять А этот Регулирует Когда там подавать топливо И что Вот она Тут она Все работает А если бы она умная С катализатором То там бы Катализатор бы Показал бы Наличие паров бензина Ну большое количество бензина И начал бы сам регулировать Здесь топливо Меньше Больше давать Ну чтобы То есть Отработавшие газы Возвращат на место И В общем Эта история еще та Понятно много Можно разговаривать Про эти там катализаторы И все прочее У нас сейчас тут Фишка в другом Короче Паша Ты грешишь На вот эту косу Да? Потому что она новая Вот Что у нас Ты почему так думаешь Почему у тебя мысли Алгоритм мысли твой Пришел так Алгоритм допустим Мысли Любая даже Да вот Убитая иномарка Допустим Любая убитая иномарка Там компрессия Это показывает уже Все Там На помойку Она не тянет И жрет много бензина Да я согласен Но она регулирует Бензин И она будет жрать много Но заводить У меня Допустим Ниссан заводился В любой мороз Он всегда заводился С пол пинка Сразу обороты И на прогревочный Так это иномарка Пашка это не газель Я опережаю комментарий Да Но мост Не мы придумали Ну и Ну такие же Мозги стоят Ну такие же стоят И на девятках Ну там просто Параметры сменены Но они такие же Мозги стоят И на девятках И хеноварь И это У девятки Я тоже там У меня вообще На одном не было Ну компрессии Вообще не было А все По пинка заводится И никаких Брыканий нет Сразу на прогревку Выходят И все И идет Сейчас Она просто не едет Я согласен Для чего мы вообще Это все короче Замутили Ребята Хочу я все таки Поставить ее На газ перевести Вот А чтобы на газ Она перевелась Надо сначала Сделать ее Чтобы она работала На бензине нормально Поэтому Вот мы И она Видишь Она получается Как бы ты ей не газова Вот она все равно Пятнашка ест там 14-15 Да Расход у нее кстати нормальный Это неправильно А при интенсивном езде Допустим 20 А при экономичном там 14-12 ест А она не регулирует Она ограничивает топливо И все И тебе никуда не поедешь Она все Все Она пятнашку дала Никуда Вот тебе 15 литров А ты как хочешь Волшебная машина Что говоришь Это мы что-то перемудрили Немного Ну В общем Вот Сейчас посмотрим фазы С компрессией Примерно все понятно Ладно Понятно что она там Немного маловато Да там сколько 12 надо Ну Она еще Она холодная Если у тебя на горячую И на прогревочный двигатель Ну На прогревом Конечно Кольца там расширится Там все Там все Залягут Но Я то грешу Что компенсаторы Ну Типа Ну подклинивают Там что-то накачиваются Ну нормальная компрессия Я то думал Что вообще допустим На холодную Нуль компрессии Компенсаторы Ну Поджимает допустим клапана Ну Ну Нет Короче Вот это Мы сейчас выбросим Все это нафиг Выбросим Поставим Кабулятор И она будет Попинка заводиться Будет Обычный Кабулятор на машине Кошмар Ну Ребята Ладно Начинается У нас тут и по песне Сколько что провозимся Не знаю Ну Надо Все таки Это диагноз сказал Говорит смотрите фазы Сейчас посмотрим диагносту Видео запишем Что потом вопросов не задавал Диагност не знает в том Что мы что-то делали Он знает о том Что ты когда приезжаешь Ты приезжаешь к нему С неисправностью Он думает что ты ездил Нормально ездил И машина испортилась И его задача наладить Эта машина Как Настройщик Настроить ее И он ее настраивает А потом голову ломает Что же она не Не настраивается Он даже не знает Что ты так всю жизнь ездишь Даже сам не понимаешь Что Ладно В общем А как Паша ты заценил да Фишечку то нашу Да я ее заценил Да Барни реально удобная штука Освещение Вот это Потребление Минимальное Блин А светит как Ну Тумблерочек И Вася кот Вот Ты будешь специально баловаться Нет Почему Бампер наверное ребята Хочу поставить Этот Обратно Купить новый Не буду я его ремонтировать Новый Заводской куплю И возможно Красить Даже не буду Вот эти вот Поменяю На черные У нас тут они лежат По моему Даже Купленные И все На киюшке у тебя вообще компрессии нет Там Разве почти 2 килограмма Да И 2 килограмма разница А тут в килограмм разница И че ты Она Так вышла Пссс Запела Как будто Ничего не поняла Она все поняла Что надо делать Поняла или поняла Она поняла Или поняла Ну короче мозг понял Что надо делать Ну Дядю Пашу подъем Нельзя Да Да Я все равно сейчас Я пошел и бросил И пошел Это твоя машина Вот это ты можешь паразитировать так же Между прочим это не моя машина Так же ребята Вот и с трактором С Т25 И вот все Пошел бросил и все И на 2 года потерялся Ну там то Так а мне ж надо как то зарабатывать Нет Я же умру на нем Если так то честно Это же хобби Интерес Так это понятно Возможно ли из него что то сделать А это Серьезное Или все таки это ж Игрушка Ну ладно Кто то в комментариях Там у нас видимо подписчики Еще некоторые не понимают Что это мы так просто Так Как у нас Так Так мы разговариваем Нам так можно разговаривать Что ты там его подкалываешь Не лезь к нему там Скажи спасибо что Мне машины ремонтируешь Да Смотри какая зависть Мне бы такого Хорошо Говорит у тебя такой Друг есть Хорошо Хорошо Да так вот ребята Мы живем Что Строим Доломаем Вот Ладно хоть У нас Короче Если ты хочешь Чисто иметь диагностику Ничего Ничего не покупать Ты просто Покупаешь На марку И ездишь А если ты хочешь Купить инструмент Купи нашу машину И ты будешь Весь инструмент Закупать Который Развуществует В природе Вот это Приборчик Вообще Луки Ну а что Эту утечку Проверяет Там будет конечно Пошневая Показывает утечку Особенно Она холодная Конечно Свищи Но это Влияет Только на расход Топлива Допустим А там то что У нас такое Покупали Ну ка Это что такое Это кто В рампе А Значит Компрессия Давление в рампе Там 3,2 Там нормально Да Насос качает Все нормально Блин Хрен знает Фары уже Пашка протирал Не знаю Колеса Гайки на колесах Затягивал Все равно не работает Машина нормальная Все блин Хрен знает Тут надо смотреть Тут что-то напутано В этой кофе Ну когда так наверное Ну Что там получается У меня получается Так вот Ее приложить Аккуратно За шкалу ушел Целиком Шкала От меня И там У меня почти Что заканчивала шкала А этот у меня Он меньше кулачок Но И он должен Еще раньше быть Чем вот это стоять Тут 45-46 Да Короче Ребята Что у нас не горит Свет Фазы Улетели Да Павлик На сколько градусов На 6 Где-то на 6 градусов В общем А пробег Что там 60 тысяч где-то Практически Вот Ну Посмотрим Что будет Сейчас еще поэкспериментируем Вот Булата С самосвала Новый Вот еще опломбированный Сняли Этот Сейчас я свет включу Блок Навьё Вот Пломба сейчас стоит Посмотрим Как на нем Будет запускаться Там Заводская 405 Да Пашка Прошивка Вот Коллектором сейчас Решили это Поставить Вот эту Шпильки Все Так что Будем греть Сейчас Еще Смазочкой Смазочкой Вот Такой Захреначем Вот Такие вот дела Что еще У нас тут Обнаружилась Обнаружилась У нас такая Тема Вот этот Сушитель Комоции Вот Лопнул Там вот сейчас Не видно Ну вот Здесь вот в этих местах Три Трещины Так Так И так По всей плоскости И сифонит Отсюда Воздух Спускает Пневма Вот Это Ладно Это Еще Что Еще Вот У нас Такая Помпа Появилась В хозяйстве Поставим его Для Пущей важности В машине Чтобы Жарче Шибче Было Вот Бош Помпочка Бош Оригинал Вот Цена Бошевской Помпочки Как-то Как-то Так Пили Вили Новые На коллектор Хоть Немножко Марафета Навели Тут Вчера С Павликом До Полдвенадцатого Занимались А че ты в моем кассете Бардак развивал Ну Так Все В коробках Уравей Новости Вот Этим Тебе Ну Получше Там не так Прокладка Силиконовая Еще на герметик Плюсом садим Ни хрена че то они не держат То ли у нас силикон такой тут продается Все хвалят А нам наоборот не нравится На самосвале черную поставили на герметик Вот это почему то открывается наполовину да А тот на самосвале набывать еще практически Верно И хер его знает то ли это от мозгов так зависит То ли че И этот уже то Это откуда у нас с этого С четыреста девятого Ну я же только это Позвонил вот только Форсунки Здесь я позвонил Ну Каналы Вот этот вот Как бы Выявил что я как бы Он как бы перевернутый Да Вот эти проводки Вот он Вот так вот да Он должен по идее Там по схеме Вот так стоять А он вот так вот стоит Проключает Имеется в виду То есть На сто восемьдесят Такие Провода перепутаны С фишками Ну типа да Но я еще пока не искал здесь плюсы Дополнительные Там же еще плюсы должны быть дополнительные Когда снимаешь Там основное Это Аммуляторы Потом источники от него идут Ну плюсы Это Это Он мне меньше всего Мне самое главное Что в розетке Сколько плюсов И сколько в розетке Минусов Еще Понятно Так то Я не стал Прозванивать Этот Датчик Температуры Это На диагностике Он же Хорошо читает Значит видит он его Холодные Грязные Да Ухудеть За Посеяли Специально Пропановского Ну Вон Там ждет Смотрите Спитатели Крыжги Да Ну Вот он Ребята Вот он Наш Григорий Стоит Скоро Дойдет До него Время Сейчас Хвосты Подберемся С гизелями Скоро Поедет Он На свое место Туда В бокс Выкатывать Будем его Уже Не терпится Там еще кто-то на ютубке надо перепаять Ай Как Деля Валя Даже тут Вибру дядя Паша Айру даже наклеил Мама Не горюй Вибру А Да Что тебе помочь? Нет Лединочки Все как в мерседесе Все плотненько Вы Барик Уже даже на него купили Блин Сухой фен Мама Не горюй За 25 рубасов Блин Вот Кому-то интересно было Кун Ребята Можно посмотреть Вот Завод АЗАС Год Выпуска 17 Короче Такие вот дела Что нам тут надо-то? Цилиндр Еще что? Дозатор И По-моему Задний Навески тоже цилиндр Да? Ну там нормальный цилиндр Я что-нибудь не делал Вот Я чего поставил? Да Я его поставил Крылья висят Крыша Пол Крылья задние Решеточка Короче А Ну да Стоит уже Вот так вот Антезовская навеска куплена У нас лежит Антезовскую навеску Причем Пашка почти А не почти А пятьдесят три тысячи Да отдали Вот эту всю в сборе Короче С этими Со всеми Толлоратами И прочим Ни хрена не бюджетно Все это ребята Вообще капец просто А вот А вот Руль висит Этот Кто он? Механизм для сидения Вон Вон Это капец Одну кое как выгрутили Сейчас вот Вторую Китаем 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 Что нибудь Найдется Что поделать С ними Китаем Тоже так И Резьбу как Рвет Надо будет потом Мячиком проходить Пусть как вытянуло всю резьбу Сколько грязи Вот эта вся эта Накибь Срезалась Надо ее потом Все Все Внеси мотор Ну что ребята Дядя Паша Все? Наверное Собирай машины Вам не надо Разобрать Вы И так разберете Ех Надо съезжать отсюда Зоя Веду я От вас Чуть-чуть Чуть-чуть Так Миллион двести Миллион пятьсот Миллион пятьсот Миллион восемьсот А то два с половиной Ребята Короче Суть Да Дело Где ты тут Крышечка В общем Это Че у нас Фазы ушли на 6 градусов Исправили Вот Теперь Че там с этой фишкой Вот Диагносту съездили Значит Вот этот датчик При езде А Сам это интересно Да Мы же это не показали Короче Мы когда это все сделали Фазы Выехали Машина так Себе едет Вот этот датчик Выключаешь Отцепляешь Машина едет Совсем по-другому Ну только Единственное обороты Да Повыше Вот Поехал к диагносту Он Отрепетировал Ну перезагрузил Говорит он не видел Читал неправильно Вот эти вещи Вот Сейчас Этот датчик В нулях Короче говоря Что то там Ну я не знаю Как вам помчет Вот Сейчас Проверяем На холодную Еще Не запускали Посмотрим Сейчас как она запустится Вот Прогреем машину Хотим на горячий Проверить все таки Пере проверить Компрессию Вот Сейчас Проверим Сейчас Ну вот она тоже Троидка Короче Видите как ребята работают Вот хер его знают Что за херня Не заводится она с утра нормально Ну на холодную Троид и все и в рот чих пых А Свечку залила Залила свечку Да Ну и что Много бензина идет Много бензина идет Ну он добавил немного Этим На компьютере Топливо Можно его потом На доме там цикать Ну 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 там некуда цикать Там Эрунда остается Его Ну Убавили Ну ладно Короче В херне какая то Полная Вот Как на газ ее ставить Хер его знает При такой работе Бля Короче Ребята Тема Какая Вообще все Блять АБС что так говорит Ну ладно 80 на 5 и все И раздуть не можем Просто все Она как вкопанная 80 едет и все Газ в пол Она не разгоняется Не разливает обороты Сейчас компрессию Померю еще Посмотрим Ну просто для себя На горячего Узнать что выровнялась Компрессия Что там было 10 10 9 9 Сейчас Посмотрим Посмотреть Сколько На горячую Фазы Все равно Сбиты Ехали Вот Сейчас Смотри Как работает Что это такое Это капец Просто Все Вдрягивает Нет Пока Ладно Поперез Без Холостого хода Он в режим 0 поставил Это Выстрелился В автоматическом режиме Холостого хода Ну это потому что этот Повытаскивали Но он опять сбился Перезагружать надо Опять Там ничего не надо Ничего не надо Ничего не надо Ничего не надо Что это такое в общем великовано высадила что-то не разгоняется и нихрена компрессию проверили либо клапаны либо раз туда дует либо там рубашку фигачить вот вам на 405 затрахнул короче да ни хрена не работала машина были нормально за все время 14 компрессия да что здесь почти 15 15 15 и 5 здесь десятка а там почему-то была восьмерка потом когда свечку эту пути стала резко тройка в общем походу что она перебила сюда и и там нашла выход ну ладно сейчас башку снимем посмотрим если до того ничего не то там все равно она сейчас попадает это антифриз потому что раз она начинает так но и ведем свечка вообще белое впечатление вообще белая свеча то есть это как бы это уже поры все ребята сейчас мы поменяем прокладку то посмотрим пока по клапанам что-то может придет передерем может что там клапана вот эти 3 4 кто-нибудь если есть умение или там в ближайшем радиусе от тюмени диагносты нормальные ребята отзовитесь там напишите в личку или в контакте в группе или где может подъедете тут вместе сообща потом после того как мы это все сделаем как-то надо настроить потому что нихрена мы тут это не можем общего языка найти с нашими тут диагностами которыми мы встречались вот компьютер что-то с ними не может совладать с диагностами он-то умнее я считаю это ладно все давайте на этой ноте мы с вами прощаемся давайте до новых встреч следующая серия будет булат там потом жизельку будем делать машина должна быть безмозговая в общем в общем хочешь яркой жизни и бурной вот так и купить себе газель и автопарк все давали пока